здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна сегодня мы будем изучать свойства карбоновых кислот напомним давайте что карбоновые кислоты это вещества у которых есть радикал и одна или несколько карбоксильных групп карбоксильная группа в сокращенном варианте пишется c о о h теперь какие же свойства есть у карбоновых кислот давайте начнем с их физических свойств некоторые из карбоновых кислот вы встречаете в своей жизни самая знакомая это самая древняя кислота которым мы с вами встречаем нашей жизни давно давно уже открыто это уксусная кислота и так какие же свойства есть у кислот первые три кислоты с c1 под c3 по количеству углерода это муравьиная уксусная и пропионовая они являются сами по себе жидкостями у них нету цвета но у них есть острый запах и этот запах вам знаком по уксусной кислоте которая есть наверняка в вашем доме они хорошо растворимы в воде и как и все кислоты они очень едки должна сказать что уксусная кислота да одна из самых опасных одно из самых опасных веществ которые есть у вас в вашем доме поэтому в порядке такой меры безопасности эта кислота должна эссенция уксусная храниться как можно дальше чтобы к ней не было доступа например маленьким детям которые могут естественно не знать об ее опасности поэтому будьте пожалуйста внимательны если мы возьмем кислоты от c4 до c9 то это тоже жидкие они также без цвета и они имеют неприятный запах с таким с такой кислотой масляной вы могли встречаться например когда прогоркает сливочное масло и вот этот неприятный запах который она приобретает это запах масляной кислоты они уже мало растворимы в воде то есть растворимость постепенно уменьшается и они уже менее едки менее едки кроме этого с кислоты от c10 и все последующие они уже становятся твердыми цвета у них нету запах у них нету растворимости в воде у них уже нету соответственно нету и едкости и еще вернусь кислотам которые являются растворимыми воде отметим давайте что у них происходит образование водородной связи водородная связь заставляет молекулы карбоновых кислот удерживаться друг относительно друга поэтому для карбоновых кислот существует понятие внутри межмолекулярной межмолекулярной водородной связи которая заставляет их держаться по две молекулы это называется демеризация и так какие же химические свойства будут у наших карбоновых кислот химические свойства как и все кислоты у карбоновых кислот есть свойства в которых они будут похожи на неорганические вещества и так обозначим их так эти свойства общие свойства кислот и так первое свойство это диссоциация если мы возьмем уксусную кислоту и выясним распадается ли эта кислота как электролит то конечно мы можем показать уравнение диссоциации и распада на ch3 co с минусом и h с плюсом но процесс диссоциации для уксусной кислоты происходит в очень маленькой степени степень диссоциации карбоновых кислот и очень мало в сравнении с неорганическими для уксусной порядка двух трех процентов поэтому в будущем карбоновые кислоты в ионных уравнениях мы расписывать не будем ну а если бы мы опустили индикатор он естественно показал бы значение ph меньше 7 вот почему уксусная кислота имеет кислый вкус она достаточно едкая но уступает по силе кислотам неорганически как и все кислоты в том числе и уксусная кислота она будет реагировать с металлами с оксидами металлов и с основаниями ну давайте покажем это на примере металла натрий если мы возьмем натрий натрий будет замещать водород в уксусной кислоте и будет образовываться соль ch3 co натрий обращаю ваше внимание на тот факт что соли в органической химии пишут немножко своеобразно как бы металлы не впереди а позади тем самым показывая место замещение водорода на металл и вторым будет газ водород правда реакции эти будет протекать значительно медленнее чем не органических кислотах например соляную если взять скорость ее реакции будет значительно выше так уравниваем водород ушел из кислоты здесь его 2 перед формулой кислоты ставим двойку перед формулой соли 2 и к натрию 2 соль будет называться соль уксусной кислоты ацетат натрия кроме этого кислоты но возьмем давайте для следующего примера муравьинную кислоту могут реагировать не только с оксидами металлами их оксидами но и например основаниями к примеру мы можем взять гидроксид калия также как и в неорганической химии это реакция будет называться нейтрализации и в результате мы получаем соль уже теперь муравьиной кислоты hc о калий и выделяется вода как мы видим в этом уравнении уже коэффициенты будут не требоваться соли это будет называться форме от форме от калия а вот если бы нас в этом случае попросили бы написать сразу ионное уравнение я имею ввиду сокращенное например то тогда мы бы смотрите с вами чтобы учли муравьиная кислота как слабый электролит не расписываем щелочь расписываем соли калия все растворимы расписываем воду не расписываем тогда у нас калий сократится и в он нам сокращенным остается hc ваш плюс о аж минус образуется hc о минус и соответственно вода и мы бы сказали что эта реакция является необратимой как и для неорганических кислот есть еще реакции в которых вступают эти вещества солями ну к примеру ch3 co h а вот здесь я бы хотела напомнить вам одну из древнейших химических реакций которые каждый из вас скорее всего проводил это когда мы берем уксус и добавляем его к соде к пищевой соде и тогда происходит реакция между гидрокарбонатом натрия это формула пищевой соли соды и уксусной кислоты вспомните пожалуйста признаки этой реакции в этой ложечке происходит очень бурная химическая реакция в результате образуется все тот же знакомый нам ацетат натрия а пузырьки газа который вы видите это углекислый газ кроме этого будет получаться еще и вода значит вот в этой химической реакции уксусная кислота себя ведет так же как и другие неорганические кислоты но еще раз если подвести итог давайте мы скажем об этом карбоновые кислоты являются с позиции сравнения с неорганикой слабыми кислотами для них эти реакции протекают с меньшей скоростью они могут вступать в реакцию с металлами с оксидами металлов то есть вместо натрия могла бы взять на 32 с основаниями и солями вот эти первые свойства о которых мы сказали это свойства проявления их как неорганических веществ сходство с этим классом но они же являются в том числе органическими веществами поэтому у них есть свойства как органических веществ как органических веществ во-первых карбоновые кислоты тоже могут гореть это трудно себе представить но тем не менее гореть они также будут только в них не должно быть воды но сразу хочу сказать что такая реакция никакого практического применения иметь не будет потому что как топлива использовать ту же уксусную кислоту никто не будет поэтому в качестве первого химического свойства давайте мы отразим такое свойство которое имеет очень широкое практическое применение это реакция этерификации это реакция в которых участвуют карбоновые кислоты и спирты возьмем в качестве примера все ту же уксусную кислоту мой выбор уксусной кислоты объясняется тем что она самая используемая из всех органических кислот и возьмем спирт например этиловый формулу этилового спирта я напишу вот так как бы вперед функциональной группой еще раз напомню об этой реакции мы они уже говорили когда изучали спирты но хотела бы еще раз напомнить эта реакция формально похоже будет на реакцию обмена но таковой не является механизм этой реакции более сложный и реакция казалось бы должна идти так смотрите от кислоты отщепляется водород казалось бы должно так быть от спирта группа ваш но реакция идет не так происходит отщепление следующим образом от кислоты уходит группа ваш от спирта уходит водород и взаимодействие выглядит следующим образом и хотя я показываю это примерно как реакцию обмена но на самом деле еще раз повторюсь механизм этой реакции более сложный а вопрос который скорее всего у вас возникнут а почему именно так я показал но ведь это нелогично смотрите водород вроде бы везде замещался на металлы почему здесь так это обнаружили таким необычным методом меченых атомов для этого в состав спирта ввели изотоп кислорода с массой 18 и стали смотреть где обнаружится вот этот кислород помеченный кислород реакция это происходит при действии температуры и при участии водоотнимающего катализатора серной кислоты которая берется концентрированной и вот теперь смотрите когда определяли где же будет присутствовать кислород меченый если бы реакция представьте себе шла бы так от кислоты водород а от спирта отщеплялась бы группа ваш то естественно кислород оказался бы в составе воды но его там не обнаружилось и в воде этот кислород не был замечен а вот в продукте реакции CH3COOC2H5 он как раз себя и обнаружил вот таким способом было доказано что реакция идет именно так но повторюсь эта реакция во-первых является обратимой раз и во-вторых она имеет более сложный механизм который вы будете изучать уже в вузовской программе полученное соединение называется сложным эфиром короткое название его звучит так этил ацетат это вещество используется как растворитель многие сложные эфиры имеют приятные очень запахи это используется например парфюмерии или для создания вкусовых ароматизаторов это рефикация одна из очень важных реакций которые происходят для карбоновых кислот как органических веществ вторая реакция это реакция в которой происходит реакция с галогенами галогены это вещества относящиеся в периодической таблице в седьмой группе главной подгруппе фтор хлор бром йод если мы возьмем уксусную кислоту и например хлор то происходит реакция замещения хлор будет замещать водород в кислоте но делать это будет постепенно то есть весь водород сразу замещаться не будет реакция идет на свету иногда в этом случае используют а красный фосфор как к условия реакции ускорения данной химической реакции на первых парах происходит образование монохлоруксусной кислоты и h-хлор кислота полученная называется монохлоруксусная но в ходе этой реакции может образоваться и другие кислоты значит тогда на следующем этапе я запишу только формулу кислоты получится дихлоруксусная затем окончательный вариант замещения будет выглядеть так c-хлор-3-C-O-O-H а это уже 3-хлоруксусная любопытно будет сравнить какими являются данные кислоты если мы обозначим кислоту уксусную давайте я поставлю ей номер 1 монохлоруксусная цифру 2 дихлоруксусная пусть будет под номером 3 и 3-хлоруксусная будет под номером 4 и вот если бы нас попросили из этих кислот построить ряд возрастания химических смось обратить внимание как бы это было бы как бы это выглядело самая слабая была бы уксусная монохлоруксусная стояла бы на втором месте а дихлоруксусная на третьем и самая сильная была бы 3-хлоруксусная кислота отсюда вытекает простое правило что если в кислотах галогена больше кислота будет более сильной и вот должна вам сказать что если сама уксусная имеет степень диссоциации всего лишь 2-3 процента то 3-хлоруксусная имеет уже степень диссоциации близкую к 100 и еще будет играть роль какой галоген участвует если мы в составе 3-хлоруксусной кислоты хлор заменим на фтор то эта кислота будет самая сильная тогда играет роль еще и какой галоген тогда для реакции с галогенами важно понимать это реакции приводит к образованию более сильных кислот и чем больше галогена тем сильнее кислота и важную роль играть будет какой именно галоген участвует вот в этой химической реакции и так как органические вещества кислоты вступает в реакцию свойственные им с точки зрения органики они будут этерифицироваться с галогенами но это еще далеко не все химические свойства которые есть у карбоновых кислот как органических веществ и поэтому на следующем уроке мы с вами эту тему продолжим ну а на сегодня у меня все до новых встреч ребята и и и и и и и и и Продолжение следует...